Добрый вечер, коллеги. Действительно, сегодня господин Рабиновец должен был закончить свое заключительное слово, должен был он это сделать еще до обеда, но суд затянулся, суд в принципе затянулся, и сегодняшний день не в частности. Но начнем с сегодняшнего утра. Итак, сегодня оба фигуранта этого дела практически опоздали на заседание. Прежде всего, первой пришла супруга господина Березовского, госпожа Горбунова, и чуть спустя за ней уже после начала заседания пришел сам истец, Борис Березовский Абрамович, опоздал еще больше. Но сегодняшний день начался с того, что господин Рабиновец пытался объяснить судье по каким, собственно говоря, по каким законам следует рассматривать это дело, то ли по французским, то ли по английским, то ли по российским. Но господин Рабиновец упирал на то, что все-таки дело должно рассматриваться или по французским, или по английским законам. Объясню, при чем тут Франция. Дело в том, что одна из ключевых встреч Абрамовича и Березовского состоялась в доме Березовского на мысе Антипы. Там, по заявлению истца, как раз у него оказывалось такое сильнейшее давление, и он был вынужден продать львиную долю своих акций в российских предприятиях по абсолютно заниженным ценам. Ну, так утверждает Борис Березовский и его адвокат Рабиновец. Но, впрочем, в конце своего вот этого пассажа господин Рабиновец сказал, что, в принципе, все равно, как их законам рассматривать, потому что, если давление оказывалось, то оно по-любому было и должно быть признано в соответствии с законами всех вообще возможных стран. Ну, также сегодня поднимались вопросы и встречи в отеле Дорчестер. Тоже довольно такая спорная встреча. Господин Рабиновец сначала говорил, что ее не было, потом она все-таки была, ну и были, говорили вновь о выплатах Борису Березовскому. Тут уже такое новое русское слово появилось. Говорят, большой баланс. То есть это вот именно не по-английски, а по-русски большой. Потому что это некий документ, где отражены, собственно говоря, все выплаты Абрамовича Березовскому и его бывшему партнеру Бадри Патаркацешвили. Ну и это единственное, как бы в чем сходится сторона, в том, что эти выплаты были, но вот за что они были, в этом еще предстоит суду разобраться. Ну, в принципе, сегодня, скорее всего, господин Рабиновец закончит свое выступление. Судя по всему, Березовский очень доволен своим адвокатом. Он явно находится в таком приподнятом настроении, постоянно улыбается о чем-то, разговаривает со своей супругой. Ну и в перерыве так непринужденно проходит по коридору, по залам суда. А Абрамович, наоборот, производит впечатление такого более закрытого и более сосредоточенного человека, что ли. Но в конце этой недели суд, по идее, должен выслушать все стороны, в том числе третью сторону адвокатов семьи Патаркацешвили. И уйдет на вынесение решения, которое по местным законам может занять аж до полугода. Но рассчитывают, что где-то в конце апреля, в конце марта, простите, в начале апреля, все-таки суд вынесет вердикт. Посмотрим, каким он будет. Спасибо, Митя. Наш коллега Дмитрий Еловский из Лондона, где сегодня с последним словом выступал адвокат Борис Березовский.